А перед началом этого видео у меня для вас есть важная информация, а именно если вы хотите научиться угадывать любую песню, которую задумал зритель, угадать число или слово, а также читать мысли через WhatsApp, Viber, Zoom и прочие приложения именно на расстоянии, то слушайте очень внимательно. Есть три очень крутые книги по ментальным фокусам, где более 10 ментальных фокусов с подробным обучением. Все три книги вместе стоят 5000 рублей, но у вас есть возможность получить их со скидкой 99%, а именно за 50 рублей. Все три книги. Поэтому переходите по ссылочке в описании, это акция специально для моих подписчиков, там вы сможете приобрести эти книги и получить всю подробную информацию. Итак, в этом фокусе я буду использовать самую обычную колоду карт, для начала давайте ее хорошенечко перемешаем, и я попрошу зрителя сказать мне стоп в любом месте, когда я буду вот так вот пролистывать карты. Например, он сказал стоп здесь, он может перемешать колоду и снова сказать стоп в любом месте, например, он сказал стоп здесь. Снова перемешиваем, снова сказать стоп. Например, вот здесь, снова перемешиваем. Теперь давайте, чтобы это не было так долго, можно вот так кидать группами. Он снова говорит стоп, снова перемешиваем, снова кидаем и вот так. После этого я прошу зрителя подснять часть карт, например, он подснял вот столько. Мы будем использовать вот эту пачку, вторая нам не нужна. И мы разделим ее на 4 стопки вот таким вот образом. Опять же, все, что я делаю, может делать ваш зритель. Например, вот так и до конца пачки. Теперь я возьму верхнюю карту с каждой стопки. Остальные карты нам не нужны, мы уберем их в сторонку. И здесь у нас 10 пики, король пики, туз буби и 7 червей. Вот такой вот набор карт. И вы видели то, что здесь у меня лежит коробочка, она не пустая. Здесь у меня лежат карты из другой колоды. И здесь, как видите, 4 карты. Вот смотрите, здесь у нас десятка пик, король пик, туз буби и 7 червей. И здесь у меня есть туз буби, король пик, десятка пик и 7 червей. Привет всем любителям фокусов. С вами, как всегда, Неро Янг. Добро пожаловать в новое видео. Сегодня у нас очень простой, буквально элементарный фокус с картами, минимум ловкости рук. И вы сможете удивлять зрителей тем, что перемешанная колода, 4 случайные карты. И вы идеально их предсказываете, зная их заранее. При этом фокус достаточно простой. Если вы хотите больше подобных фокусов, обязательно поставьте лайк. Разумеется, если вы здесь впервые, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну и, разумеется, для показа фокусов вам понадобятся качественные карты. А такие карты можно найти в магазине 54cards.ru. Там есть огромный выбор карт, есть стандартные, есть дизайнерские. Но я хочу обратить ваше внимание на две очень классные колоды карт. Это колода Orbit V7. Офигенная, красивая колода в ретро-стиле. При этом со временем она еще становится раритетом. Цены на эти колоды всегда поднимаются. Ну и также колода Bicycle Vintage 1900 Series. Это классическая колода Bicycle стандарт, но в винтажном стиле. То есть карты со стариной и рубашки и лица. При этом обе эти колоды крапленые. То есть вы по рубашке карт сможете определить масть и значение карты. Ну и, разумеется, от меня вы получаете промокод на скидку 5% на любую покупку в этом магазине. Ссылка будет в описании на покупку и той, и другой колоды. А также там будет и промокод. Ну а мы переходим к обучению на сегодняшний фокус. Итак, для этого фокуса вам понадобится колода карт. Две пачки карт абсолютно одинаковых, но при этом одна пачка из основной колоды и одна пачка из другой колоды. Карты в них одинаковые. И самое главное то, что это должны быть реально случайные карты. То есть подберите не какие-то подозрительные карты, а просто вот набор из четырех случайных карт. И также коробочка, либо какой-нибудь конверт для предсказания. В него мы закидываем карты из другой колоды, без разницы в каком порядке. Просто закидываем внутрь, открываем все это дело, закидываем внутрь и закрываем. Теперь берем вот эти карты и их мы кладем на низ, накрываем колодой. Они также в случайном порядке. Мы готовы показывать фокус. Коробочку в сторонку, начинаем с колоды. Вы можете показать зрителю то, что все карты абсолютно разные. Даже если вы запалите здесь одну или две карты, ничего там страшного нет. Пройдет огромное количество времени и зритель не вспомнит какие там были карты. Вы просто показываете то, что все разные. И вам нужно перемешать колоду. Это единственная часть, где требуется минимальная ловкость рук. А именно вам нужно перемешать четыре нижние карты наверх колоды. При этом перемешав остальную колоду, чтобы это выглядело натурально. Как мы это делаем? Мы мешаем стандартным способом. Вот такой вот тасовкой, которая мешает абсолютно все. У нас четыре карты внизу. Помните это. Давайте я их переверну, чтобы было понятнее. Мы начинаем перемешивать. Как вы видите, я мешаю. Вот так вот скидываю части. То есть я беру нижнюю половину и начинаю скидывать вот так вот с нее карты. Пока не дойду почти до самого конца. Как только у меня остается мало карт, я начинаю мешать аккуратно где-то по одной карте. Вот так. И как только я понимаю, что у меня где-то четыре-три карты, я могу кидать уже группами. И вот так. Потому что мне не важно, в каком порядке эти карты. Либо же, если у вас остается мало карт, вы можете начинать скидывать по одной карте. Вот так. Буквально слистывая. Чтобы точно все карты пошли в нужное место. И они у вас оказываются сверху. Все. Это единственная часть фокуса, где требуется ловкость рук. Далее все работает само по себе. Единственное, что вам нужно будет пролистать эти четыре карты до того, как зритель скажет стоп. А он стоп раньше и не скажет. Потому что в этот момент, пока мы вот так вот будем пролистывать четыре карты, мы будем объяснять ему, что он должен делать. То есть, мы вот так говорим. Сейчас я буду пролистывать карты вот так, скажи мне стоп, где захочешь. И за это время я пролистал эти четыре карты. Остальное мне абсолютно не важно. То есть, они у нас идут вниз. И после этого зритель говорит стоп, без разницы где. И он может перемешать вот эти карты. Нам без разницы в каком порядке эти карты, потому что четыре наши карты уже пролистаны. Он перемешивает. И снова сдает вот так. Снова перемешивает. То есть, это может по сути делать зритель после первой самой перемешки. Перемешивает. Сдает. Перемешивает. Чтобы это не было очень долго, разрешите ему кидать по несколько карт сразу и перемешивать. Вот так. И накрываем. Все. Таким образом у нас вся колода перемешана, но снизу наши четыре карты. Что мы делаем? Теперь мы просим зрителя поднять часть карт. Сколько бы карт он не поднял, у нас в руках останется пачка, где четыре нижние карты это наши карты. Он поднимает. Убираем в сторонку. Используем вот эту пачку. Что мы делаем далее? Мы вот так вот делим ее на четыре стопки по одной карте. И благодаря этому нижние четыре карты окажутся вверху каждой стопки. То есть, без разницы, сколько здесь карт у нас останется. После того, как мы их пересчитаем, четыре нижние карты окажутся четырьмя верхними в любом случае. И все, после этого мы берем раз, два, три, четыре. Это лишнее все мы убираем. И показываем то, что здесь у нас четыре случайные карты. Достаем коробочку. И они совпадают с этими картами. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик. Посмотрите предыдущее видео. Ну а с вами, как всегда, был Неро Янг. Всем удачи. Всем пока. Пока.